В соответствии с уставом Футбольной ассоциации Узбекистана состоялся очередной отчетно-выборный конгресс. В повестку дня вошли административные и организационные вопросы. Так были избраны президент, вице-президенты и члены исполнительного комитета. В фокусе нынешней встречи отчеты о деятельности независимых комитетов и ассоциаций. Вместе с тем проанализировали проделанную работу по развитию массового юношеского женского футбола и футзала за прошедший год. Немного цифр. Только среди воспитанников детских и юношеских футбольных школ и академии за отчетный период проведено более 50 соревнований, охвативших 815 тысяч участников. Также обсудили вопросы касательно улучшения футбольной инфраструктуры, повышения квалификации тренеров, судей, в том числе и развития международного сотрудничества в этом направлении. У Футбольной ассоциации Узбекистана есть огромный потенциал. Она вполне может стать хозяином международных соревнований. За последние годы появилась такая тенденция устраивать турниры совместно с другими странами. И Узбекистан проявляет огромную инициативу в этом. Думаю, у нас все получится, если продолжать работать в таком же динамичном темпе. Отрадно, что за этот год Футбольная ассоциация Узбекистана добилась хороших результатов. В частности, отмечены отличные показатели сборной по футзалу на чемпионате мира. Достижения есть и в развитии женского футбола, но еще есть над чем поработать. Речь идет о ключевой цели – мечте ассоциаций и фанатов игры миллионов. Выход национальной и олимпийской сборной по футболу на чемпионат мира и олимпийские игры. И только совместными усилиями всех областных региональных тренеров можно будет достичь поставленных целей. В последние годы проделана огромная работа и совсем недавно Футбольная ассоциация Узбекистана впервые за всю историю страны разработала устав и избирательный кодекс по требованием FIFA и ОФК. Процедура выборов прошла открыто и честно. Это большая победа. На съезде также рассмотрели организационные вопросы. В частности, был избран новый руководитель на следующие четыре года. Кандидатура Абдусалома Азизова была выдвинута на пост президента Футбольной ассоциации Узбекистана. Данное решение единогласно одобрили делегаты. Равшан Ирматов же продолжит работу в должности первого вице-президента. В ходе встречи также избран состав нового исполнительного комитета.